Валерий Константинович, здравствуйте! Первский край, Кунгур, зацвели сеянцы жандели от 18-го года, а мура 19-го. Серафим Байлевицко адаптируется. Почему я это просто без фамилий, без ничего. Сама информация, то есть жандели были посажены в 18-м году, а мура 19-го, вот уже цветы. Пусть это было весной, чем дело кончилось, надеюсь, плоды были, но смотрите, много лет прошло. А один из вас, одна из нас, нет, даже не одна, таких сейчас всяко, три, это те, кто смотрят, они сомневаются, садить ли косточками все-таки. Я говорю, садите черенками, по соседям пошальтесь. У кого-то найдете терн, у другого найдете алычу, у третьего слива, у четвертого абрикоса, абрикос вряд ли. Ну хотя бы слива, вот что, терн, водочную вещь. И персики мои, вот, и, допустим, сливы мои роскошные, персики, сливы и абрикосы, раз у вас своих нет. Пожалуйста, тычьте по всем соседям. Вам еще пол-литра поставят за то, что вы практически дарите. Задача не терять год, зацепиться за эти новые, уникальные сорта. Я вам показывал, что покажу. У меня персики на сливах, на абрикосах, на плавящих вишнях. У меня сливы на абрикосах, у меня абрикосы на сливах. Иногда еще лучше получается сливы на абрикосах, чем сливы на сливах. У меня еще лучше получается абрикосы на сливах, чем абрикосы на абрикосах. А вот закрепить тут, извините, это уже дело ваше будет. Вдруг так через три года почувствовать несовместимость, я говорю, давайте быстренько по соседям на привале, руки набили, соседи с пол-литров с каждого слупили, и на следующий год, говорит, так, все, я прихожу за свои перси, ко мне теперь уже, у меня выросли от железа за этот год по двое, вот, теперь я уже у себя хочу, а железа почему не обращайтесь? А я уже раз заплатил, или заплатил за сельки, что я должен это расплатить, раз, или а железа передает привет уже совсем другого места, он тоже в саду, только уже далеко отсюда, вот где-то так, поняли, да? Вот, поэтому спешить надо, ребята, и за котиками спешить, зачем спешить? Вот, вот это тот самый питомник, да? который не просто мою фотографию присвоил, помните, в самом начале, да? Помните? Вот. Он еще и учит унисажать деревья, видите? А потом за ними вот эти темиазерские дабы, они-то и, они не могут остановиться. Каждый раз у человека что-то случилось, он жалуется, что там грибы появились, там плоды мертвеют, там ветки сухие, листья чернеют, обязательно осветлите крону, наледите, вот, сам сделайте. И бред расползается по всей стране. Вы думаете, когда кто-то из нас, из вас, вы сколько из вас, сколько мне писали? Да я к соседям, вы что, с ума сошли? Да пошла ты или пошел ты? Кто такой железо? Я читал, я читал, все. Я по телевизору видел. И давай калечить. Секреты высоких урожаев. Вот так распространяется зло, видите? Узнаете? И каждый уважающий себя сайт или там канал умудряется взять в этом интернете. Просто схемы обрезки плодов дерева. Обязательно найдете. А им же надо умным себя показать. Вот и показывают. А у них же покупают деревья, а потом калечит их. Питомник для чего? Чтобы здоровые деревья были. А какие там страшные, сразу ведь продают. Ой, елки-палки. Я как вспомнил, эти две фотографии, эти две, нет, это самое, Подмосковье. В этом питомнике в Москве, в Тимирязевске, попросила два саженца. Я приеду. Нет, мы сами привезем. Привезли, вручили. Стоит луп-луп. Такое дерьмо уже было. И прислала мне фотографии. А мы это проходили несколько лет назад. А почему запрещают? Запрещают все сразу. Посылайте. Сейчас недавно опять был такой случай. Вот же. Кто-то попросил. Уже бдительный товарищ. А можно приехать? А нельзя. Вот. Вот вам и получились, вот они, секреты. Секреты высоких урожаев. Это с чего они высокие будут? Это называется прессмертный урожай. И мне вот это, знаете что? Я вот это скопировал. Человек посмотрел эту схему. Внимание. Круто получилось. Мега актуально. Конечно, как же дерево-то? Столько лишних веток. Караул. Это еще молодое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А это еще проекция. Это горизонтально. А еще поперек. Представьте себе, что это дерево. Вот оно. Вот так смотрим. А дерево так повернули. А там опять ветки. И те уничтожим. А теперь еще на четверть повернули. Опять ветки. Опять ветки. Опять ветки. Мега актуально. Превосходно. Им так нравится. Глаз не оторвать. Конечно, красивый рисунок. Очень наглядный. Наглядно. Учат, как убивать деревья. Грандиозно. Как красиво. Посмотрите, как красиво дерево колесит. Восхитительно. Завораживающе. Ольга Исакова. Господи, как вы мне надоели с этими самыми, своими советами. Давайте так. Я перестану вас упоминать. Вы не будете тут вообще. Пожалуйста, вот это больше не пишите. Понимаете? Вот это. Формируйте штамп до высоты полметра удалять все ветки. Сколько можно-то? Это уже свежайшее. Совершенно свежее. Это вот куда уже? А это история. Кстати, Ольга, вы договорились? Прекратите его учить колеса деревьев. Вот. И все будет хорошо. Вот просто вот остановитесь. Вы не можете показать свою нужность, свою как бы необходимую, что без вас этот канал не выживет. Там без вас хватает этих. Как вас еще это отучить-то? Нету у дерева искусственного штампа с этими сранами. Нету. Вот это. Прекращайте. Вылечили дерево. Академик Мичурин Иван Владимирович. Дело в том, что он к этому дереву не имеет отношения. Я просто смотрел фильм про него. Это фильм-биография. Это документальный фильм. И там что показывают? Ну, он же должен быть фильм какие-то на турсъемке. Должен же быть, правильно? И вот взяли, крупным планом взяли, показали вот это дерево. Вот это вот, я говорю, уж на что ненавидят современная наука Мичурина? Ну, это уже у них въелось у всех. Это Мичурини ни при чем. Нет. Причем тот, кто просто берет и делает фильм о нем, вставляет то, что считает нужным. Там это он уже, это, еще раз, это фильм не Мичурина, это фильм о Мичурине. И какой-то другой академик, являясь консультантом, подсказывал. А вот давайте, крупным планом мы сажились, покажем. Вот, видите, какой он? Вот это и самое страшное в России. Вот этот штамп я железом называю стриптиз на морозе. Всегда, когда вот он был бы, вот как сказать, вот сейчас скажу, вот так вот, смотрите. Вот был бы он вот такой вот. Вот такой. То есть вреду раза меньше. Уже бы часть снега зацепилась бы, это же яблони, а в средней полосе снега хватает, 30-50 сантиметров это обычно. Уже бы полностью не погиб. А когда вот такой штамп, он вот здесь вот и отмерзнет полностью, вот эта часть вся замерзает, тут сплошные раны. Из чего вот этот кузосочный побег должен выкормить вот это все? Сдохнет за милую душу. А вот, например, в другом месте, видите, прошло несколько минут, вот я показываю. Это я не виноват. Это тот же фильм про Академика Мичурина. Перепахано все, да ни одной капельки нет травы. Единственная радость этих, что, ну, понятно, нет бышей, нет муравьев, нет червей. Одна радость, что мышей нету. Вот как с ними обратились. И вот они показывают, а они даже не замечают, что показывают мертвое дерево. А я-то у меня особый взгляд, понимаете? Я говорю, что же посреди-то съемка идет в середине лета, что же нам взяли, мертвое дерево нам показывают. А что ему мертвым-то не быть? Я что, не вижу, что здесь часть деревьев уже была выкорчевана? Выкорчевана. Сад был мертвый. А это еще не успели, нам показали. Где деревья? Этим-то уже сколько лет? А между ними пустота. Вы думаете, что тут не было сада? Кто-то решил, что между деревьями должно быть 40 метров? Нет, ребята. Это в современном, ну, в современном не в 21 веке, а где-то в середине 20 века приехали современные плоды овощей совхоз и давай снимать фильм про Мичурина. А это не каждому дано вот это увидеть. Где сад? Почему на переднем плане мертвое дерево? Это книга той самой специалиста номер один именно по этим чересням. Вот. Тоже самая картинка. Обязательно, прям, ну, не могут без этого штампа прожить. Это я обычно придирался, но я уже придирался раньше. А эта фотография, я, она для будущих учебников. Почему? Вот почему. Я вам показывал. Ну, простите меня, два раза показывал. Я еще раз увеличу. Понимаете, в чем дело? Я находился в Абакане. Я зашел в магазин, где продавали саженцы якобы института имени Лисовенко Барнаульского. Якобы. Так. И у нее в руках, она сидела, читала, скучала продавщица. Лежал журнал, открытый, вот так вот, как вы сейчас видите. Вот, видите? Вот так открытый был. А разве я мог не заметить? Вот, что же это такое? У нее где-то метр семьдесят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двадцать, пять, шесть, семнадцать, шесть, девять, семь, шесть, девять, шесть, И вот это вот, изувесив дерево до такой степени, использует как? как наглядное пособие. Видели? Это уже предел, потому что думать это всё? Нет, не всё. Осенняя посадка, плюсы. Большой выбор посадочного материала. Кандидата на смерть. Пожалуйста. Достаточный период для посадки с конца сентября до середины октября. Да, действительно. Минимальный уход после посадки. И сейчас, держитесь за стулья. Крепкий мороз может погубить деревца. Сильный ветер, мокрый снег могут поломать неокрепшие деревья. Саженцы нередко поврождают дружины. Нахрена вот эта фотография-то? Чтобы люди покупали вот эти длинномеры трёхметровые. Калечили их. Вся шанса была взять трёхметровые. Здесь ветки были. Где-то на высоте примерно колен. Ну хорошо, ладно. О, и чуть выше колен. Отпилить. Тут уже не отрезок, уже пила нужна. Отпилить. В надежде. А ветки тут были. И просто уничтожили. И вот эта часть имела маленький шанс выжить. Почему? Это что там? Ну, будем считать, что это яблони. Похожа на яблони. Значит, закидали снегом, она не сопреет. И весной смотришь, вот тут от этого, чуть ниже этого, раны, как её называют, чуть вот тут пей, вот тут где-то. Вот оттуда пойдут побеги. Шанс был. А ведь это же не просто. Это специальный журнал для садоводов. Сегодня опять получилось, что это. Я хотел, ну я с улыбкой. Да, какой тут улыбка? Это то же самое, что улыбаться на кладбище. Или в реанимации. Мы же не улыбаемся в реанимации. Это вот реанимация. Дерево изувесили до крайней степени, а теперь показывают нам учитесь. Мы вас учим. Белоруссия. Помните? Это я пишу. Я им, я же письмо-то отправил лично президенту Лукашенко, а прочитал её заместитель министра сельского хозяйства. И вот моя реакция. Я им, уважаемый президент Лукашенко, караул спасайте, а у нас регламент. Вот этот регламент врастить вот эти инвалиды. И отказаться они не могут. Никак. Ещё раз покажем. Нас учат, как персики. Ошмагать все эти листья. Но вот хотя бы в этом возрасте ошмагал. А помните это самый? Моя переписка с западной, с Ольвовщиной. Паня Валерия. Это самое. Будь ласка про байси, но мне нужно знать точно. Вот. Девушку звали Дана. Мне нужно точно знать, что делать. У меня 170 килограмм урожай персика. Это вот такой же штамп. А мне всё. Отрежь, отрежь нижние ветки. Отрежь, отрежь, а то дерево погибнет. Помните, мы же проходили это. Давным-давно, или на первых вебинарах, или ещё до этого, может, я переснимал. Там письмо её было. Там было письмо такого персика. Да я до самой смерти такой не выращу, потому что я в Сибири живу. Ей говорят, отрежься из эскелетной ветки или дерево погибнет. Было? 170 килограмм до этого она дала за раз. 170 килограмм отборных персиков. Паня Валерьевич, что мы не работаем? Ну что я мог ей сказать? Она в Сибирь обратилась. Всё, ребята, наше время истекло. Продолжение следует...